здравствуйте друзья ну вот мы подошли к финалу финальная серия сейчас будем наносить сколы базовой краской сначала базовой затем уже будем темным железом носить берем тонкую кисточку главное не переусердствовать в этом занятии слишком много сколов слишком большие будут бросаться глаза меня не переусердствовать в кисточке лет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, перед тем, как оттонировать траки металликом, я решил их покрасить сначала, вот этим металликом серым, чтобы лучше наносился металлик и не было просветов. Так как кое-где шагрень на катках была, я решил использовать такой способ. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот используем металлик от ZIP-макета, только единственный недостаток у него вот эти хлопья есть, легкие, которые разлетаются по всему столу, могут залететь на модель и булы потом блестеть блесткой. Растираем пальцами, так как наиболее лучший эффект достигается именно таким способом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас наносим ржавчину на выхлопные патрубки, я их предварительно покрасил коричневым цветом. И сначала более темным, затем наносим фиксатор пигментов. И пока мокрые, наносим более светлый, в небольшом количестве оттенок, чтобы придать неоднородности фактуре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Сейчас наносим следы копоти, используем сажу, черный пигмент, и наносим следы выхлопа на кожухи и на эти выхлопные патрубки. Субтитры подогнал «Симон» Также запасные траки покрываем пигментом для траков темным. И затем добавляю немного ржавчины, чтобы не были неоднородными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для тонировки пулеметов использую набор пигментов от Томии. Он также хорошо ган-металл подходит для оружия. Можно еще выделить более светлым, металлическим цветом. Также наносим вот этим спонжем и потом простираем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот результат. Клеил я пулеметы. Дополнительные траки также клеил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так сейчас выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и также можно тонировать тросы дополнительно вот это оборудование. Шансовый инструмент, инвентарь и все прочее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну сейчас настала пора наносить пигменты. Сначала наносим на нижнюю часть более толстым слоем. Я решил сделать такой танк с сухой грязью, высохшей, с запылением, въехавшим где-то по грунтовой дороге. Наносим разные оттенки. Я использую светлые пигменты. И все это закрепляем фиксатором. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также использую такую технику, пока фиксатор не высох. Можно еще сверху нанести, просто так вот присыпать сверху пигментом разным. Это придаст еще больше неоднородности оттенка, запыление, грязи и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас наносим пигменты на верхнюю часть корпуса, на башню, то есть главное не переусердствовать, в принципе, можно потом кисточкой удалить все это, но желательно не наносить много пигмента. Также использовать цветомодуляцию, темные места более темные наносить, чтобы придать объемность серому. А иначе одним цветом все скроется, будет танк однородный, и выглядеть будет ненатурально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для фиксации использую вот этот растворитель. Для эмали можно white spirit. Фиксатор не рекомендую, так как он оставляет такие пятна, что потом его не удалить, эти пятна. White spirit также дает нормальную фиксацию. В принципе, можно будет потом еще пигмент лишний удалить, и держится он, конечно, лучше, чем нанесенный на сухую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, после нанесения пигмента модель выглядит вот так вот. Это еще не финал, еще башню надо будет припылить ствол, нанести копоть на ствол. Пока так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наносим следы высохшей грязи, брызг, используя вот эту химию от Уайлдера. Можно кисточкой, можно и урографом, но урографом сложнее контролировать. Так, таким способом, с помощью зубочистки и старой кисточкой жесткой наносим брызги. Главное, чтобы они были небольшого размера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а сейчас уделяем вот эти все металлические грани. Используя обычный простой карандаш, где металл протирался до блеска наиболее эксплуатируемых частях танка, где ходили, возле люков, также все грани. Это придает такой металлический цвет танку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот что у нас получилось. Вот так вот пока танк выглядит. Конечно, камера немного искажает цвета. Потом сделаю, выложу нормальные фотографии, сделанные при дневном свете. Пока так. Ну, так же, может, исправлю некоторые нюансы. Мне еще надо Т-90, кстати, выложить. Я сделал подставочку там на полигоне с деревьями, с ямами, с каналами. Модель собиралась хорошо, без проблем. То, что вот единственное, под отравление много времени заняло. Вот так вот все выглядит у нас. Всем спасибо. До свидания. Смотрите новые ролики на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok